Пять лет строившийся дом и чуть не ставший пристанищем для привидений может стать объектом гордости Панибеджиса и попасть в список достопримечательностей города. Экологическая постройка, где расположится центр традиционных ремесел, потребовала немало расходов. В нее инвестировано 1 миллион 200 тысяч литов. «Затянулось строительство, но экология есть экология. Это не быстро и не дешево. Если хочется хорошо жить, достойно. И чтобы энергетика дома была хорошей, нужно немного потерпеть». Соломенная постройка, выросшая на берегу реки, абсолютно экологична. Даже деревянный каркас пропитан льняным маслом. А крыша сделана из ржи, выращенной без удобрений. Она прослужит 70 лет. Спрос на такие дома уже растет. Правда, у всех возникает закономерный вопрос. Не понравится ли такое соломенное сооружение грызунам? «Выбрана ржаная солома. Крысам она не нравится. И насколько мне пришлось наблюдать, демонстрационные версии, сами разработчики таких проектов живут в подобных домах. И никаких грызунов там нет». Специалисты самоуправления верят, что инвестиции оправдают себя. И город прославят возрожденные в соломенном доме старинные литовские ремесла. Здесь же планируется разместить экспозицию литовского льна. Для посетителей организовать познавательные программы, во время которых будет демонстрироваться отжим масла из льняного семени. А во дворе будут оборудованы две печи для обжига черной керамики и глиняных изделий. Румальда Пашевецкая, Веста Тизенхаузене, Тадас Мартинайтис, телевидение Аукштайтий специально для Первого Балтийского канала.